Раньше, вот там, где мы идем, здесь раньше была вода. Как раз по этой трубе выходит ценная вода, и потом уже идет на технические нужды именно комбинатор. Обмеление у нас сейчас по всей республике как бы. Письма были разусланы везде. Помогите сохранить это озеро. Ну а что, в итоге были отписки. Привет, как дела? Накупалась? Нет еще? Я сегодня с утра уже искупалась. Каждый день Эльвира Галямова ходит за водой, чтобы полить цветы. Вода такая сказочная, слушай, да? Ее дом на берегу озера Ургун в Башкирии. Это один из крупнейших водоемов республики. Но этот путь до озерного берега удлиняется год от года. Водоем мелеет, и берегом постепенно становится озерное дно. Видите, да? Это ступеньки. Это ступеньки для того, чтобы, потому что, получается, когда эта последняя ступенька, этот уровень воды, он был здесь. Получается, местные люди выходили по этим ступенькам, и вода практически, получается, вот я стою, вода доходила до Суева. Ургун с башкирского переводится как «широкий». Ширина и правда почти 3 километра, а в длину озера 4. Это памятник природы регионального значения. А местные и вовсе считают озеро уникальным. Озеро пресноводное. Озеро, оно пополняющее за счет естественных родников, за счет дождевых осадков. Наипрекраснейшее озеро, оно самое длинное. Всего здесь комплекс из четырех озер. Они снабжают водой не только деревенских жителей, но и производство. Именно один из таких комбинатов – училинский, горнообогатительный – местные винят в том, что озера мелеют. Теперь здесь вот такие лужи, да, к сожалению. И я вот раньше, вот там, где мы идем, здесь раньше была вода. У Радика Акмурзина тоже когда-то был дом на берегу озера. И была мечта – прокопать небольшую канаву от участка и купить лодку. Мы же где-то в душе все романтики, тем более, да. Ну так было красиво бы, конечно, свой дом. Открываешь ворота, на лодке выезжаешь, да, с детьми. Но 10 лет назад этот участок он продал. И теперь приезжает разве что к друзьям в гости. Радик считает, тревогу нужно бить сейчас. Потом, может быть, поздно. Вот этот песок, это тоже было дно. И мы когда спускались вот здесь, ну, к озеру купаться, или там просто поплескаться, было мягкое дно. А там, как мы сейчас видим, уже камни просто образовались. Формально училинский ГОК воду из озера Ургун никогда не брал. У комбината есть разрешение на использование воды из другого водоема – большие училы. Но эти два озера соединяет труба. Такую схему водоснабжения придумали еще в советское время. И получается, Ургун наполняет училы водой, когда там уровень падает. Как раз по этой трубе из нашего озера Ургунова выходит та ценная вода, тот природный ресурс. Вытекает и потом уже идет на технические нужды именно комбината. Училинский ГОК – градообразующее предприятие. Здесь добывают медь и цинк. Комбинат дает работу почти трём тысячам человек. Многие из них живут здесь же. На комбинате утверждают, что вообще больше не берут воду из озера, а очищают уже использованную. Самосечный водовод, построенный в 60-е годы между озером Большие Училы и озером Ургун для поддержания баланса воды в озерах, перекрыт с 2019 года и с тех пор не используется. А в мае 2021 года ГОК полностью прекратил водозабор с насосной станцией озера Большие Училы, перейдя на замкнутый цикл оборота промышленных вод. Но в то, что комбинат не виноват в обмелении озер, верят далеко не все. Местные жители требуют показать документы, которые смогут доказать, что производство не наносит вред природе. Никто не ратует за то, что комбинат нужно закрыть. Нужно просто сделать так, как везде в цивилизованном мире. Если идёт добыча, проведите рекультивацию. Если вы открываете предприятие, обозначьте санитарные зоны. Если в санитарные зоны попадают жилые дома, переселите их. Пока диалога между комбинатом и жителями не получается. Местные активисты создали инициативную группу. И теперь пишут письма во все возможные инстанции и контролирующие организации. Я обошла все 300 домов. У нас есть подписи. У нас есть более 500 подписей. В Министерстве экологии, в Министерство Росприроднадзора. Письма были разусланы везде о том, чтобы помогите сохранить это озеро. Ну а что, в итоге были отписки. В Республиканском Министерстве экологии о жалобах наслышаны. Год назад в этот район приезжала комиссия. Озеро исследовали специалисты. Но официально никаких нарушений не обнаружили. И пришли к выводу. Виновата изменение климата. Такой цикл есть. Когда наступает цикл уменьшения количества воды вообще. Это как раз мы замечаем с 2007 года. Значит, такой процесс пошел. Это нам подтвердил отдел водных ресурсов по республике Башкорстан-Камского бассейна водного управления. И то есть обмеление у нас сейчас по всей республике как бы. Кель-кель-кель-кель-кель-кель. Сок-сок-сок-сок. Сок. Выходи. Я когда была маленькая, вот на том берегу лежала, я всегда говорила, мам, я хочу, чтобы у нас был дом вот на берегу, на берегу. И вы знаете, это же желание у меня исполнилось. Эльвира Галямова верит, что озеро Ургун волшебное и способно исполнять желания. Но теперь ее желания другие, нежели в детстве. Я очень уверен, что мы сможем тебя сохранить. Мы не задумываемся об этом. Берег отходит, отходит, отходит. Мы все ближе, ближе подбираемся, купаемся. Но он, в конце концов, уйдет еще дальше. И мы потом, потом, потом только начнем бить колокола, когда обнаружим, что пол озера можно будет заезжать на машине. Три года назад комбинат начал разрабатывать новое месторождение. В планах увеличить добычу руды в несколько раз. На озеро Ургун пока еще приезжают туристы, а местные часто ходят на рыбалку, ловить леща, щуку и раков. Но будет ли так всегда, они не знают. Эксперты предупреждают, что в случае дальнейшего высыхания озеро может превратиться в болото. Продолжение следует...